Быстрее ставь лайк и у тебя всегда будет отличное настроение! Ребята, всем здорова! С вами по-прежнему Овер и добро пожаловать в игрушку под названием Beeman G Drive. Ребята, у нас сегодня будет мега фановый видосик и смотрите, чем мы будем заниматься. У нас есть, ребят, вот такая вот машина, это какой-то Ford, очень заряженный, друзья, Ford, выглядит прикольно, быстро. И для чего же нам нужна быстрая машина, спросите вы. А у нас есть, ребят, вот такая дорога, в конце которой вот такой трамплин. И трамплин ведет, ребят, на другую сторону, собственно, дороги. И нам нужно перелететь невероятно огромный каньон, друзья, просто гигантское ущелье, в конце которого тут внизу находится вода, ребят. И сегодня мы реально попробуем, ребят, поперелетать с одной стороны на другую. Ну и, конечно, если у нас не будет получаться, то мы будем смотреть на разрушение машин и так далее. Я надеюсь, что такая безумная идея вам понравится, друзья, поэтому смело уже влепите лайкусик. Если вы еще этого не сделали, обязательно подписывайтесь на канал и проверяйте, друзья, включен ли у вас колокольчик. Ну и так, ребят, первая машина у нас Ford. Я надеюсь, мы с помощью этого Ford'а сможем перелететь. Поэтому, ребят, разгоняемся и наша первая попытка. Наш первый вылет. Давайте посмотрим. Тут еще просто поворот такой небольшой был. Итак, 150 километров в час мы с вами вылетаем. Вау, мы что, не долетаем? А-ха, серьезно, еще бы немножко и долетели вы, друзья, но, к сожалению, не получилось. Приземляемся просто куда-то в бок, ребят, какой-то. И полетели вниз, вот о чем я вам и говорил. Бам! Офигеть! Невероятно жестко, друзья. Кстати, напишите в комментариях, ребят, рискнули бы вы вообще вспрыгнуть с такого трамплина. Вот вам друг говорит, вот здесь давай сократим, типа, давай вот тут вот побыстрее будет. Это начинает разгоняться, друзья, и просто вы вылетаете вот так вот на этом трамплине, и непонятно, друзья, долетите вы до конца или нет. А то может произойти вот такое вот, ребят, и вы просто бамс, ха-ха, и вниз. Реально, напишите в комментах, рискнули бы вы? Блин, к сожалению, ребят, вот по две попытки будем летать. Не смог у нас Форд, ребят. Вообще никак. Так, просто, ладно, давайте попробуем добавить какую-нибудь другую машинку. Итак, ребят, вот такой вот залагавший Макларен, да, осталась частичка от Форда. Я думаю, что нет смысла добавлять медленные машины, ребят, потому что, ну, чем быстрее скорость, да, тем лучше, ну и плюс аэродинамика. Ладно, давайте попробуем на этом Макларене, ребят, преодолеть эту невероятно сложную ситуацию. Попробуем выехать. Итак, разгоняемся, я не знаю, быстрее он будет Форда или нет. Такое ощущение, что даже медленнее. Но, в принципе, нет, примерно так же. Может быть, просто аэродинамика другая, мы всё-таки перелетим. Ну, пожалуйста! Нет! Ха-ха! Ё-моё, ребят, и Макларен, к сожалению, у нас тоже не справился. Ну, что ж ты будешь делать просто, ребят? Ну, зато хоть посмотрим, как будет разламываться. Бам! И вода, кстати, ребят, добавляет своего. Она, то есть, ну, деформирует машину. Это не просто так всё. Ладненько, давайте попробуем второй вылет. Итак, ребят, поехали. Максимально разгоняемся. Пробуем, друзья. Это действительно очень важный и ответственный момент. Поехали. Вылетаем! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Не, ребят. Всё, к сожалению, точно так же. Мы просто вписываемся вот в этот, ну, в эту скалу, друзья. И просто летим вниз с огромной высоты, ребят, с невероятно гигантской. И всё, приехали. Я даже не знаю, друзья, какую тачку можно добавить, на которой можно перелететь. Ну, ладно, давайте что-нибудь попробуем. Итак, ребят, Bugatti Veyron. Ну, может быть, на Bugatti у нас получится, ребят, перелететь. Во всяком случае, мне бы хотелось в это верить. Тачка крутая, невероятно шикарная. Друзья, стоит бешеных денег. Просто невероятно, кстати, ребят. Будет прикольно, если вы так же посчитаете, сколько машин мы сегодня разрушили. Да, вот сколько тачек уничтожили. Ладно, давайте попробуем, Bugatti. Нажимаем газ. Едет неплохо, друзья. В принципе, уверена. Давай, давай, давай. Разгоняемся. Но нет, она медленнее, чем предыдущие тачки, друзья. Да, она медленнее. Ё-моё. У-у-у. Ха-ха-ха-ха. Да, тут уже, ребят, сразу понятно, что никак вообще нам не удастся пролететь, друзья, на Bugatti. К сожалению, ребят, бамс, и в воду, и сдеформировались. Но для чистоты эксперимента давайте попробуем со второй так же попытки. Может, все-таки получится. Как-нибудь, не зная, вдруг что-нибудь произойдет, друзья, такое. Гоним. Давай, 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 Bugatti. Мы полетели, ой, не. Мне кажется, подальше полетели, чем в предыдущий раз. Но все равно, ребята, все равно убийственно, мимо, и убийственно мы просто не долетаем. Да, очень жалко, друзья, Bugatti. На самом деле, хорошая машина. Была. Ха-ха-ха. Была точно хорошая тачка. Ладно, друзья, давайте предпринем что-нибудь другое. Возможно, вот такой Porsche, друзья, сможет перелететь, потому что у него есть спойлер. А как мы выяснили в ролике по прыжкам в длину, спойлер очень хорошо влияет, друзья. Он, в принципе, помогает. Вот такая вот у нас тачка, укрепленный каркас, друзья. Выглядит неплохо, выглядит шикарно. И очень мне обидно будет, если она не долетит. Но я просто не знаю, ребят. Это капец как хардкорно. Ладно, разгоняемся. Давай, Porsche. Я верю в тебя. Мы все в тебя верим. Давай. Но он, по-моему, медленнее. Да, господи, он такой же, как Bugatti, друзья. Но, может, полетим подальше. Нет, мы даже хуже, чем на Bugatti, ребят. Летим на этом Porsche. Офигеть. Просто капец, друзья. Просто обидно на самом деле. Ладно, не будем там смотреть. Не особо будет там уже интересно. Давайте пробовать еще. Полетели. У меня есть, конечно, мыслишка, друзья. Какая тачка может перелететь? И, возможно, она и перелетит. Это приора с крыльями, ребят. Давайте попробуем, может, на приоре с крыльями. Так, давай, 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 давай. Бам. И все, друзья. И просто падаем. Ладно, давайте в этот раз посмотрим, как она летит, ребята, в воду. Бам. Ну, в принципе, понятно. Ладно, друзья, давайте уже добавим туда приору с крыльями и на ней попробуем. На обычных тачках, ребят, как я понял, мы не сможем долететь, скорее всего. Но мы потом еще, конечно, попробуем. Но вот такая вот у нас приора, друзья. Кто ее не видел, знакомьтесь. У нее есть крылья, она невероятно далеко летает. Так что, ребят, давайте попробуем реально на приоре. Вдруг у нас получится это сделать. Разгоняемся, друзья. Ну, потом, кстати, подобавляем других машин. Все-таки интересно, обычные тачки смогут или нет. Мне просто интересно, как приора, друзья, у нас поведет себя. Итак, ну, для этой тачки, друзья, стоп, стоп, приора. Нет! Как так, ребят? Как? И приора у нас не справилась с этой ситуацией, с этой задачей? Офигеть, ребят. Я тогда не знаю, что у нас может справиться вообще. Серьезно. Даже приора. Офигеть, друзья. Ну-ка, давайте попробуем. Там у нее есть кнопки, которые могут ее управлять. Может, получится, друзья, как-нибудь поуправлять ей в полете? Господи, я думал, что приора-то точно должна справиться, ребят, с этой задачей. Ладно, полетели. Так. Вот. Вот, 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 вот. Держу, держу, держу высоту. Нет, друзья, даже управляя приорой не получается. Я попытался, ребят, но нифига. Такое ощущение, что она просто не хочет, друзья, лететь. Ну, офигеть. Серьезно. Это что, настолько непроходимое просто испытание, что ни одна из тачек не способна с этим справиться. Ну, у меня, конечно, друзья, есть еще одна идея. Давайте-ка быстрее на нее посмотрим уже. Я думаю, что многие уже догадались. Друзья, у нас Волга, но непростая. Волга заправлена дедовским самогоном, который придает турбоускорение. Так что давайте, друзья, на турбоускорение и попробуем это все сделать. Для начала выравниваемся, ребят. Так. Нажимаем. И погнали, ребят. Вот если не Волга, то я уже не знаю, друзья, что может перелететь. Ну, это изи. Это изи. Я не знаю, засчитаем, друзья, мы эту попытку как за нормальную. Ну, потому что действительно это Волга, друзья. У нее есть секретная кнопка, просто секретное ускорение, друзья. И она, конечно, летает невероятно далеко. Я, конечно, рад, что мы смогли это сделать, друзья. Да, перелететь этот каньон. Но каким читерским методом. Кстати, давайте попробуем просто на Волге, друзья, полететь без ускорения. Может, она сможет. Ну-ка, разгоняемся. Чисто просто Волга, друзья. Не. Не. Не сможет. Давайте, передаем ускорение. А вот теперь вот все сможет. Ха-ха. Ну, это, друзья, с помощью читерской кнопки, конечно, да. Ну, ладно, хотя бы мы уже перелетели, друзья, на одной тачке. Это здорово. Но все равно, ребят, я думал, что у нас получится сделать это на обычных машинах. Но, к сожалению, не получается. Ладно, давайте что-нибудь еще, ребят, попробуем. Давайте, ребят, попробуем стандартную тачку. Но это не прям совсем стандартная тачка. Она просто раскрашена, друзья, в модификацию. Но, в принципе, это одна из очень быстрых машин, ребят, в BeamNG Drive. Не самая быстрая, но одна из самых быстрых. Потом самую быструю. Ставим, ребят, стандартную тачку напоследок, да. Попробуем на ней. Ну, ребят, давайте. Была не была. Если не эта тачка, то я не знаю, что способна перелететь, друзья. Поехали. Давай, 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 давай. Ну, все равно, друзья, разгоняется хорошо, быстро. Но не то, что нам нужно, скорее всего, не долетит. Да, господи. Какая из машин с честным способом вообще может перелететь, ребят? Я просто не понимаю. Ну, какая это должна, друзья? Сто процентов. Я уверен, что какая-нибудь должна и просто бамс. Офигеть. Впечатались в дно, друзья. Смотрите, с какой огромной скоростью мы летели. Что ж, преодолели воду и все равно в дно впечатались. Ладно, второй вылет, друзья. Чтобы все было честно максимально. Пробуем. Я не знаю, ребят, получится, не получится. Очень хотелось бы, но... Все вы видите сами, друзья. Все на ваших глазах. Ну, нет, ребят. Ну, вообще никак. Но это я уже так, чисто фаниться начал. К сожалению, не получается и на этой машине у нас долететь. Но придется тогда добавлять стандартную тачку, самую быструю, друзья, и на ней пробовать. Просто по-другому, ребят. Я вообще не понимаю, каким образом можно перелететь. Да, мы перелетели, используя читерский способ. Мы не перелетели даже на приоре с крыльями. Но, возможно, на этой машине нам удастся, друзья, это сделать. Я люблю эту тачку. Она шикарная, друзья. Она очень крутая. Она очень быстро ее просто срывает с места, ребята. Она невероятно быстро разгоняется. Давайте и попробуем. Поехали. Во! Вот это скорость. Итак, давай, давай, давай. Почти 200 километров в час. И что? Серьезно? Оооо! По кайфу, ребят. По кайфу. Мы даже поехали дальше, ребят. Просто снимаю шляпу перед этой тачкой. Она это сделала, друзья. Вот это герой сегодняшнего ролика, ребят. Наша вот эта машина не просто перелетела, а еще и дальше, друзья, поехала. Вот это офигительно. Вот это просто шикарно. Давайте попробуем еще разочек. Просто насладимся, друзья, этим моментом. Невероятно эпично. Так, давай, 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 давай. У-ху! Как красиво, друзья. Как красиво она это делает. Мы ее переворачиваем теперь. Бам! Она все равно поедет. Да, друзья, она все равно поехала. Ха-ха! Просто шикарно. Вот за такое я люблю, ребят, Beam and G Drive. Вот за такие сюжетные повороты. Не ожидал я, друзья. Но это было мега круто. Ну что ж, ребят. На этом ролик заканчивается. Я надеюсь, что такой видосик вам понравился. Обязательно, друзья, оставляйте много положителей комментариев. Не забывайте, на моем канале каждый день выходит видео по две штуки. Если вам не приходят уведомления с колокольчика, то ничего страшного, друзья. Сами заходите на мой канал и смотрите новые видосики. Это будет действительно очень круто. Не забывайте также, ребят, вписать идеи, что мне еще такого позаписывать. Beam and G Drive. Не забывайте, ребят, что ссылочки на мои социальные сети будут в описании. Мне будет безумно приятно, если вы туда, друзья, подпишитесь. ВК, Инстаграм, ребят. Будет действительно круто. Ну а на этом у меня все. Я желаю вам всем всего-всего самого наилучшего. С вами по-прежнему был Овер. Мы играли в Beam and G Drive. Всем удачи и пока-пока.